Доброе утро. Социальные организации в Эфипаторе действительно несут очень важную роль, помогают людям с зависимостью поверить в свои силы и обрести, наверное, снова новую жизнь. У нас в студии находится сегодня в утренней Сергей Хлепенко, администратор Центра реабилитации людей с зависимостью. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, каким людям вы помогаете в вашем центре? Мы помогаем в нашем центре людям, которые находятся в зависимости либо алкогольной, либо наркотической. Они приходят к нам, и мы помогаем им восстановить, во-первых, личность, которая была потеряна в связи с употреблением алкоголя и наркотиков. Ну и потом они уже как бы строят дальнейшую свою жизнь. А скажите, это люди только евпатрицы, крымчане и кто еще? Нет, это не только евпатрицы, это люди со всего Крыма, есть люди из России приезжают к нам. А как вы их ищете? Они вас ищут? К вам приходят? Или же у вас какая-то рекламная кампания? У нас есть рекламная, ну как мы выставляем в соцсетях рекламу о центре, и также клеим объявления, что есть такой центр, который помогает. И люди приходят. Ну, наш центр, ему уже 22 года, и как бы многие люди об этом знают, даже и за границей, и здесь, в Крыму, и в России. А скольким людям вам уже удалось помочь за это время? Ну, за это время уже многие люди изменили свою жизнь. Ну, если говорить в цифрах, то из 100%, где-то 70%, ну 65% точно изменили свою жизнь. А что касается вот зависимости, как легко ли из нее выбраться, вот из такой ситуации, которая тяжелая жизненная ситуация? Ну, вы знаете, выбраться можно из любой ситуации, лишь бы было желание самого человека. И когда он приходит к нам, то в кругу таких же людей, ему становится легко из этого выйти, потому что у каждого была проблема, как бы каждый делится, в какой он был проблеме. Ну, и как-то стараются друг другу помочь и выйти из этой ситуации. Ну, в вашей центре есть специальные программы. Первая программа, вторая программа. Расскажите поподробнее, что они несут, к чему они ведут людей, как люди социализируются. Первая программа – это восстановить человеке, как бы дисциплину, те действия, которые были потеряны. То есть это гигиена, распорядок дня соблюдения, ну и как бы восстановление личности. То, что было уже потеряно – это общение, культура речи, ну и тому так, так и далее. Ну, а вторая программа, идут на вторую программу у вас? Я так думаю, что вы знаете, что она большая. Ну, вторая программа у нас – это уже когда человек проходит реабилитацию, и он изъявляет желание оставаться в центре и помогать таким же людям, которые приходят. Ну, у него как бы второй курс реабилитации. Те же правила, считай, только, ну, есть другие чуть-чуть жизненные ситуации, так сказать. Но люди у вас прямо там в центре живут? Да, у нас полный стационар. Курс вообще реабилитации – полгода. То есть у нас там трехразовое питание, люди сами готовимы, то есть люди сами становятся, учатся готовить или вспоминают, как они раньше готовили. Ну, в общем, такая вот программа. Да, ясно. А что касается приготовления пищи, расписания меню – это тоже сам центр делает? Это те люди, которые у вас находятся? Да, у нас люди, которые становятся, так сказать, поварами. Есть у нас меню, которое готовим мы на каждый день, и по нему уже готовим еду, трехразовое питание. Да, а что касается уборки, остальных каких-то вот вещей? Ну да, уборка помещения у нас, ну, естественно, там, где они живут, они сами же убирают, ну, и наводят порядок и тому подобное. А многие остаются в Евпаторе, например, с материка кто приехал? Ну, остаются, да, из 10% 6% остается. Находят работу? Вот как, что касается работы, легко найти? Работу. Ну, когда человек уже восстанавливает свою личность, становится на путь исправления своей жизни, то он, конечно же, находит работу и работает, зарабатывая деньги, так сказать, и живет. Но уже обычная жизнь уже полноценная. А я так, насколько знаю, еще у вас семьи образуются в центре, то есть люди уже от зависимости отказываются и начинают уже жить такой нормальной жизнью. Да, есть люди, которые в центре восстановили свою жизнь, создали семью, у них есть уже свой бизнес даже у некоторых людей, и они хорошо живут, и к старой жизни уже не возвращаются. А вы отслеживаете судьбу своих подопечных? Ну, как бы есть общение, есть контакты, мы общаемся, люди эти не теряются, так что контакты с ними есть. Ну, а расскажите самые яркие примеры, которые у вас произошли в центре. Как человеку вы помогли, потом кем он стал? Ну, вот пришел к нам один человек, он находился в конкретной проблеме, он алкоголем был зависим, и наркотиками, уже бомжевал на улице, уже как бы все на нем, уже от него отказались. То есть пришел, прошел реабилитацию, восстановил свою личность, вышел от нас, прошел уже второй курс реабилитации. А чем он сейчас занимается? Сейчас он бизнесмен, у него свой бизнес, у него в нашей Евпатории очень широкий бизнес, и мы не будем называть... Конечно, Сергей, спасибо вам огромное, что пришли в эту утреннюю студию, ваша работа очень важна, и социальные организации, они тоже несут очень значимую роль. Коллеги, я передаю вам слово, и, конечно же, хорошего дня вам.